Привет, ребят! За кадром у меня Димон, счастливый обладатель вот этого вот сундучка. Мы его еще не открывали, но у Димки прям по подбородку ваши слюни текут. В общем, история такая, краткая предыстория, я немножко расскажу. Пусть будет не такой коротенький обзор, а немножко подлиннее, типа блога. Короче, вы помните обзор, если кто не помнит, посмотрите, я ссылочку внизу прикреплю. Была такая система, два Эджа и Кикс, да? Тысячник. В общем, Димка это все продал. Чуть-чуть еще денежек где-то нашел, уж я не знаю, где он там их нашел. Может, у него тумбочка хорошая есть, где их можно брать. И, в общем, он заказал вот такую вещь, ну а я достал, припер. И сразу провода решил поменять. Переходит потихоньку Димка на монобренд, скажем так. Не хочет уже, наверное, солянки не будет, да, уже в машине? Или будет все-таки солить еще разные динамики? Четырехканальники не буду убивать, потом посмотрим, по фронту посмотрим. В общем, что? Что пришло вообще и в чем обзор? Значит, пришел усилитель 1х4000V написано, а здесь написано PT1.4000. Это Урал, Патриот, да, серия, по-моему, называется? Вот, пришла нулевочка. Это омедненный алюминий. Ну, Димон в восторге. Офигенный такой силикон. Сами смотрите. На, покажи им крупный план, а может, фокус покажет. Два кабеля. Он, правда, легкий такой. Ну, тут килограмма три, наверное. Вот эта бухта. Ну, короче, вот эта его будет проводка теперь. Не, что это там, КГВ какой-то там, непроизносимое название провода, короче. Будет вот этот провод теперь у него. Туда же я ему из предыдущего видео про дистрибьюторы и всю эту аксессуарню, я ему поставлю распределитель. Это на усилки у тебя минусовой пойдет. Это под капот. А на плюс мы тебе возьмем побольше такой. Я видел его, есть у них, по-моему. Тоже на сколько у тебя усилитель получается? Четыре должно быть. Четыре. Так что на четыре усилителя хватит. Вот. А это предохранитель. Ну, предохранители у меня здесь восьмидесятки всего лишь на все. Но это так, для примера, я найду хороший 250-300 ампер найду. Под 0. Все это убираем. Термоусадочка тоже. Все под монобренд. Хомуты. Та-дам! Все. Нет, не отдам. Помогай, давай развернем. Весь истый парень. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Слушай, чемодан пахнет деревом, сосной. Или пихтой. Самое главное наклеечка, пацаны. Патриот. Блин, неудобно так, на самом деле. Все, хватит. Давай читать инструкцию. Инструкция на 5 усилителей на всю серию. Патриот. Довольно-таки толстая книжка, я вам хочу сказать, ребята. Здесь номер его вбит. В общем, ребят, книжку вот такую вот, мануал. Я не буду ее показывать крупным планом. Я зачитаю немножко заявки, сейчас найду. И просто скажу, даже если вы уже видавший виды ветеран, все равно открывайте и иногда читайте инструктаж. То, что производитель пишет о своих усилителях. Потому что бывают всякие нюансы. по крайней мере, я слышал, как горят тарамцы, которые люди некоторые по-незнанке подключают в 0,5. Так что... Так, где? Где, 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 где? Ага. Урал 1.4 тысячи. В 4 Ом, а полторы тысячи ватт. В 2 Ом, а 2 500. В 1 Ом, а 4 тысячи ватт. Вот и все. Работает мостом. В мостовом включении два усилителя 1.8 тысячи. Нагрузка 1 Ом. То есть по 0,5. Значит, 0,5 можно, пацаны. Производитель дал добро. Ну, раз мастит, да. Там мастишь, там между ними моща делится, вернее, сопротивление. Получается по 0,5. Вот в 0,5 два усилителя, то есть мост, уже как бы это страшно. Это только на выстрел. Каждый рискует сам. Еще комплектация. Комплектуется усилитель хорошим таким коробочком, в котором красивый такой регулятор, красненький. Замечательный. На, покажи в камеру. Попонтуйся своим регулятором новым. Блин, саморезы вообще челябинские, суровые такие саморезы. Слушай, крутые. Шестигранники, черненький. Ну и провод. Тоже, наверное, тут метра четыре, да? Скорее всего, все пять метров. В общем, это комплектация. Два шестигранника, саморезов, четыре шайбы, гроверы, чтобы саморезы не выкручивались. Все на уровне. Вообще кайфую вот от новых вещей. Особенно то, чего еще на рынке не было. С характерным щелчком, да, регулятор? Два индикатора, клип и питание. На восемь саморезов, да, под шестигранник, что-то крепится. Не, ну прикольно сделали. Это полированный алюминий, такой с этим, как это называется? Он не матовый, а как-то катанный, что ли он называется, или что-то такое. И сверху еще эмаль. Тонкий, тонкий красный эмаль. Это я по-русски начал уже говорить. Малированный. В общем, круто очень. Что, доставать будем? Ну естественно. Нет, чемодан классно, я бы в нем костюм свадебный хранил бы. Гу-гу. Блин, ребята, смотрится он как фетиш какой-то. Я не знаю, такой кайф, я как баба сейчас себя ощущаю. Как будто я, не знаю, я туфли какие-то купил на высоком каблуке со стразами, знаешь. Вот такое какое-то ощущение. Так, крепление, ребята, прямо вот здесь, вот прям в корпусе, сквозь ребра есть отверстие большое, то есть шляпка самореза проходит. И в нижнем здесь вот отверстие. То есть, четыре таких отверстия по углам. Это он так крепится. Четыре ребра, сверху плоские полностью. И здесь гравировка. Все надписи, все абсолютно, прощупываются руками. То есть, это не наклейки, это гравировка, и там краска в этих канавках. Снизу два вентилятора, четыре дополнительных отверстия вентиляционных, две наклеечки гарантийных, пломбы. Цанговые разъемы офигенные, закрученные. Это вход линейный. Это выход на мосты. У нас гейн идет, минимум, максимум. Фаза от нуля до 180 градусов. Тремя крутилками Bass Boost, Extended Bass Control. Расширенный такой Bass Boost. Первая крутилка, Frequency Range, это выбирать частоту, именно горба. Ну, то есть, если вы хотите усилить баст, на какой частоте вы его собираетесь усиливать, чтобы у вас был подъем, если вы собираетесь пользоваться Bass Boost. Потом Q-Control, это ширина горба, то есть, есть острый такой пик, есть более пологий пик, это ширина именно горба. И Sub Boost от нуля до 18 дБ, это уже именно подъем, на сколько вы собираетесь. Либо 0 дБ будет, то есть, как было, либо до 18 дБ можно поднять Bass, ну, на определенной частоте. Есть Subsonic от 15 Гц до 55 Гц, то есть, можно спокойно убирать инфра-низ, чтобы динамику было полегче. И Low Pass фильтр от 25 Гц до 250 Гц. Сюда подключается ремонт, вот, управляющий, крутилка, ремонт-контроллер. Переключатель под ним находится, Master Slave, то есть, либо усилитель будет ведущий в мосту, либо ведомый. И два индикатора, питание и защита. Защита красная, питание, скорее всего, наверное, синенькое, да? Терминалы под силовой, то есть, под питание, где-то под два ноля примерно. Ну, ноль сюда залетит вообще легко. С небольшим скосом, то есть, шестигранник не вертикально, перпендикулярно проводу вкручивается, а задавливает туда немножко провод. Провод включения усилителя, который от магнитола подключается, здесь где-то под 8 квадратов. Акустические терминалы тоже примерно под 8 квадратов. Вот так вот выглядит усилитель, ребята. Вот такой вот Димону пришел самец. Димон просто счастлив необычайно за оператора у меня сегодня. Составил я его снять обзор этого усилителя. Следующая уже серия про него будет, как он будет стоять в машине, как он будет подключен, и возможно будут какие-то уже динамики стоять. Пока еще не знаю, я его уговариваю там на одну интригу, но он все еще думает. В общем, вот такой, ребята, обзор, распаковочка, немножко анонс, что еще будет впереди. Димка решил серьезно так усилиться на киловатт с лишним. А что дальше будет, одному богу известно, как вы знаете. Ну, мы планы уже как бы свои строим на будущий сезон. Ему понравилось завоевывать места. Два кубка он привез домой в этом году, в 2017. Был очень счастлив этим и горд. Если понравился данный обзор, ставьте лайки, не стесняйтесь, это очень приятно, когда вы ставите пальцы вверх. Если кто-то ставит палец вниз и не пишет, почему он это делает, мне вообще тогда непонятно. Конструктивная критика приветствуется, ребят, всегда. Если что-то вам не нравится, вы пишите. Мы будем стараться улучшать контент, канал и так далее. Это как бы не возбраняется. Цена на данный усилитель будет в описании, ссылочка на производителя будет там же в описании. Этот усилитель будет еще мелькать не в одном видео, еще Димка дал добро, будем снимать его систему, выберем погоду хорошую, будем снимать. В общем, видео еще будут про его автомобиль, про его Калину в 100%. Как и что точно, в подробностях сейчас не могу сказать. Спасибо вам, что смотрели, оставайтесь с нами, желаю вам всем большой удачи в жизни, чистого и громкого звука, пока. Давайте пожелаем ему удачи, чистого и громкого звука. Скажем ему пока, нет, нет, не выключай, ты что делаешь, беспредельщик? Я скажу, когда выключать. Так, что сказать еще? На этом я кончил. Та-ра-ра-ра! Мы сделали это! Димон!